Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. 12 июня. День Исаакия. Назван через преподобного отца Исаакия-исповедника. Во время императора Валента стали закрывать христианские храмы. Возникла ересь, что веру христианскую надо соблюдать иначе. Блаженный Исаакий, подражая святому или и пророку, проводил жизнь подобно ангелу. Однако, узнав о гонении, поднятом арианами на церковь Божию, оставил пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утверждать верующих во благочестие, и Дух Божий почивал на нем. Обычно не заканчивают проведенных посевных работ, поскольку этот день знаменует начало лета. Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. В народе этот день имеет несколько названий. День Еремея, в который заканчиваются посевные работы. Змеиный день, поскольку в природе начинались змеиные свадьбы. Змеи сплетались в клубки и были очень агрессивны. Существовало поверье, что убивать змей не следует, мол, змейные сородичи обязательно будут бстить этому человеку. У славян была поговорка «Не ходи сегодня в травы, не тревожь лесные чаще, не пытай судьбы». В древнеславянской Руси было широко распространено убеждение, согласно которому змеи связаны со многими растениями. Змея может влиять на растение, а растение на змею. Например, Марин Корин мог прогонять змей, поэтому его часто носили в ладанке. Если разбросать веточки руты на опушках леса, то змеи не будут кусаться. Змею простого народа вызывали не только страх, но и уважение. Не только в восточной, но и в славянской медицине использовали змеи для лечения. Например, вытопленное сало змеи помогало при рождественном воспалении. Змеиную кожу прикладывали к нарывам. Если человека кусала змея, то знахари пробовали нейтрализовать действие яда с помощью трав. К ране прикладывали изжеванную медуницу, ужомник, тертый корень конского щавеля. Приметы. Если пауки плетут паутину, ожидают перемены погоды. Максим Павленко пишет, вы забыли сказать, самое главное, что если не очистить организм от паразитов, тогда очень тяжело к этому всему прийти. Все равно паразиты будут требовать свою еду, очищение кишечника. Я написал, об этом говорилось. На канале рассказалось очень о многом. Поэтому смотрите, смотрите, вникайте. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Я столкнулся с тем, что вы не понимаете, как надо работать с моим каналом. Заходите, там что-то там ищите свое и так далее и тому подобное. Канал уникальный. Еще раз повторю. Мой канал уникальный. Чем же он уникален? Прежде всего тем, что вы здесь, на этом канале, можете получить всю информацию по ведению здорового образа жизни. Как теорию, так и практику. Что касается теории, здесь я надиктовал свои книги, целительные силы и ряд других, которые вы можете уже прослушать. Плюс, вы по ссылке с канала можете перейти в мою библиотеку и почитать непосредственно учебно-оздоровительную литературу. Потому что не имея знаний, вы как-то пытаетесь что-то сделать со своим организмом, а только ничего не получается. Поэтому, имеется теоретический раздел, смотрите, ищите, все здесь есть. Просто забивайте целительные там силы и пожалуйста вам целительные силы, ну и ряд других книг. Плюс библиотека. Далее, имеется видео уже по разделам, например, по тому, как приготовить следные продукты, которые были бы вкусны. Они и в то же время обладали поздравливающим на организм действия. Это плейлист целебной кулинарии. Отсылаю вас. Там огромное количество нужной и важной для здоровья информации. Пользуйтесь этим. Далее, раздел по паразитам. Есть, есть. Какие там травки можно использовать, какие там еще средства можно использовать и так далее, так далее. Есть. Заходите, смотрите. Очень важный раздел, вернее, не раздел, а видосы по самодиагностике. Без самодиагностики вы просто не понимаете, что с вами происходит. И разводите руками очень много информации о голоде. Помимо того, что имеется теоретический раздел, как надо правильно начинать подготавливать свой организм, изучать его реакции на ведение лечебного голодания, имеется огромное количество уже видео, мое видео 40-дневного голода я выложил, плюс видео 27-дневного голода Эдуарда. Как входим, как проводим, как выходим, какие ошибки возникают на голоде, так же это все имеется. Вы хотите, чтобы как-то с утра сделать какую-то гимнастику, эмоциональную такую гимнастику, которая бы вас зарядила, пожалуйста. У меня и этот раздел есть, эмоциональные гимнастики и другие средства, которые помогут вам в качестве примера, покажут, как это можно сделать, либо со мной вы можете сделать. Здесь же имеются видео, это такие мотивационные стихи, которые настраивают вас на позитивный лад, более того, они одаривают вас энергией. Это такое богатство, которое, знаете, изложено на канале. Вы же можете его использовать. Меньше задавайте вопросов, а больше смотрите. Здесь практически все нужно изложено для вас. Еще разок скажу, для ведения здорового образа жизни. Теория, практика, ошибки, как это преодолевается. Куча примеров. Плюс вы можете читать примеры, которые оставляют сами посетители канала. Как они с этим справлялись. А не просто, вот у меня там гепатит, а как с ним справиться. Да, знаете, вот те люди, которые взялись за себя, они практически избавились от всех болезней. Начиная от онкологии, кончая этим там гепатитом и прочее, 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 прочее. А те, которые, конечно, не брались, а вот так вот, знаете, думали, что кто-то за них возьмется. И вот так, деньгами, так сказать, откупятся от этого дела. Вот у них-то ничего не выходило. Поэтому воспользуйтесь максимально моим уникальным каналом, в котором имеется все для ведения здорового образа жизни. Посещайте разделы теории, практики, питание, голодание, движение, заканчивание, работа с умом. Здесь также есть уникальный материал. Все это используйте.